Работники сельского хозяйства и промышленного производства отметили свой профессиональный праздник. Он был учрежден строительно недавно, в 1999 году, и с тех пор проводится каждое второе воскресенье октября. Тех, кто трудится и трудился в этой сфере, поздравили первые лица региона. Игорь Кошин, выступая на праздничном концерте, еще раз заверил, что поддержка сельского хозяйства была и будет несомненным приоритетом властей. Давно работаю, много лет. Много это 23 года, почти четверть века. Наталья Канева не знает, что такое долгий сон. Женщина работает дояркой в родном селе Великовисочное. Очередное благодарственное письмо ей вручили как передовику производства. Чтобы получить награду лично, она приехала, несмотря на непогоду. Отдаешь себя. Мы привыкли, мы без своей продукции не можем. Продукции у нас очень вкусные. Убедиться в этом можно было прямо здесь. В фойе Дома культуры развернулась настоящая дегустация. На столах мясная и молочная продукция от местных производителей. За свой труд благодарственные письма в этот вечер получили несколько десятков человек. Это передовики различных производств и ветераны труда. Работники отрасли съехались со всего региона. Обращаясь к ним со сцены, Агарь Кошин еще раз заверил, что поддержка сельского хозяйства была и будет несомненным приоритетом властей. Мы с прошлого года несколько изменили окружную поддержку. Я вас уверяю, будем ее только наращивать и увеличивать. Потому что заниматься сельским хозяйством в условиях Крайнего Севера, в условиях Заполярья – это подвиг. Несмотря на непростую в стране экономическую ситуацию, отрасль в округе уверенно развивается. Стремительно увеличивается количество крестьянских, фермерских хозяйств и предпринимателей, которые занимаются оленеводством и рыболовством. А поголовье в этом году уже достигло более 180 тысяч голов. Показатель впечатляющий.